Восхищенные строки 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 Обычно античные театры Строили на склоне холмов Используя естественный наклон Но поскольку Оранж стоит на ровном месте Здесь ряды скамей Опираются на высокую подпорную стену В 35-м году до новой эры Император Август повелел Основать здесь колонию Для ветеранов Второго легиона Поэтому статуя императора И красуется над сценой Оранж, который в римские времена Назывался Оранион Его население Вчетверо превышало Количество жителей Современного оранжа Но надо сказать, что Завоевание римлянами Галии Не было таким уж легким делом За 100 лет до этого В 135-м году до новой эры Местные кельты Наголову разгромили Римскую армию Погибло 100 тысяч человек Но еще раньше Местное население Не позволило пройти через Прованс Карфагенскому войску Ганнибала И он был вынужден Сделать большой крюк И входить в Италию Через высокие Альпы Жители Прованса Позднее вполне освоились С римскими порядками И оценили Достижения Античной цивилизации Такими как Водопровод Канализация Дороги Акведуки Термы Стадионы Библиотеки И театры В театре оранжа И по сей день Проводятся спектакли И концерты И по сей день И по сей день У нас Их Музыка Продолжение следует... Кстати, почему оранжевый цвет, цвет апельсина, является национальным цветом Голландии? А вот в 15-16 веках землями в Провансе владела фамилия Нассау из Нидерландов. Принц Вильгельм Аранский возглавил войну за независимость от Испании и от католицизма. Так что связь этого южно-французского городка с туманной Голландией неразрывна. И вот памятник той самой последней Галлоримской войне. Триумфальная арка построена в 26-м году Новой Эры. На ее барельефах военные трофеи, оружие и доспехи сдавшихся галлов. В средние века эти ворота составляли часть крепостной стены города Оранж. В 17-м веке их штурмовали войска Людовика XIV. Здесь, в отчине оранжских Нассау, было гнездо протестантизма. Людовик XIV боролся с протестантами, воевал и с Голландией, и с их южно-французскими владениями. С тех пор Прованс был присоединен окончательно к Франции. Субтитры создавал DimaTorzok